Послушать организаторов семинаров здания Акимата Благодарного сельского округа пришло около 30 человек. В большинстве своем участники тренинга – местные бизнесмены и фермеры, хотя немало было и простых сельчан. В первой части мы, как я отметил, собрали государство ОРМ, которое реализует государственные программы, то есть разъясняли на сегодняшний день ряд государственных программ. А вторая часть – это семинар-тренинг, который специально организован в части, как составлять бизнес-план, бизнес-стратегия, слабые и сильные стороны предпринимательства, какие инструменты на сегодняшний день действуют со стороны государства. Информацию о возможностях казахстанских предпринимателей и помощи в бизнесе собравшиеся воспринимали молча. Как оказалось, сельских работников волнуют несколько иные вопросы. Твое богатство – золото или твое – это нефть – никому не нужны. Как они говорят и хотят. Хоть куда реализуют – пожалуйста. Но надо людям, чтобы они работали, обеспечить продовольствием. Прежде чем обеспечить продовольствием, организовать на местах, она должна идти сверху, сверху идет 24-25 лет. Пока малый и средний бизнес, средний бизнес не организовывался. Три года выделили, оттуда бюджеты, суммы и того нет. Как рассказали аграрии, главной проблемой фермеров на сегодняшний день остается неразбериха со сбытом продукции. По их словам, сейчас нет строгой системы учета и контроля за реализацией пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Знания и опыт, накопленные десятилетиями, пропадают. Если мы возьмем хотя бы пшеницу, нет градации на твердую и мягкую. Твердую используют на макароны, мягкую используют при хлебопечении. Хлебоприемные пункты принимают у нас просто пшеницу третьего класса. А поскольку нет дотации за качество пшеницы, то переработчикам очень сложно в этом процессе взять и производить качественный продукт. Также участники тренинга посоветовали организаторам сначала спросить самих сельчан, что их волнует прежде всего. Семинары для сельских предпринимателей пройдут также 1, 2 и 3 апреля в Каргалинском, Создинском и Куралинском сельских округах соответственно. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт». Спасибо.